Салют, братёнь! Ты на канале НЕ КАРАТЕ! Чемпионат мира по боксу набирает обороты. Второй день миновал и пора подвести итоги этого дня. Казахстан без потерь, как и Узбекистан. А как выступили Россия, Куба, Таджикистан. Обо всём сейчас поговорим более детально. Я сегодня открыл Чемпионат мира для сборной России. Для нашей команды. Дай бог, как начали, так и закончим. Не забудь поставить королевский лайк. Вот нажал уже, да? Красавчик. И колокол не забудь проставить, чтобы не пропускать все выпуски. Значит, на мужском чемпионате 23-го года в Ташкенте закончился второй день. В Казахстан представляли два боксёра. Сагандык Тагамбай в 1-16 финале весовой категории до 86-ти встретился с Натаном Нландумбели. Это Конго, если ты не в курсе. И победил его техническим нокаутом в третьем раунде. Трижды по ходу встречи отправлял его в нокдауны. Рефери устал от этого и бой был закончен. Значит, Санатали Толтаев в 1-32 финале сразился с израильтянином Ахмадом Штиви и победил раздельным решением. Но такой близкий бой весьма и весьма занятный. Кстати, если не смотрел поединок, в своем телеграм-канале я его уже выложил. Ссылочка в первом закрепленном комментарии. Заходи и смотри. Так, у Узбекистана выступали три спортсмена. Шахаджон Абдулаев 86. Единогласным решением кыргызстанца Еркина Аделбека Улу победил. Следующий соперник у него будет Сагандык Тагамбай как раз из Казахстана. Это любопытно. Значит, дальше. Руслан Абдулаев 63,5 килограмма уверенно выиграл у Пуэрториканца Мануэля Фебуса. И Джисурбек Елдашев 80 килограмм сразился с Алжирцем Юнисом Немуши и одержал победу неногласным решением Суи. Собственно, казахи и узбеки пока без поражений, без потерь. Все идут дальше. Касательно сборной России. Шабудин Атаев выступил, стартовал, оказался сильнее сербского боксера Милослава Савича. Что тоже позитивно. Что касается Кубы, Куба тоже легко все преодолел. Я напомню, что в 2021 году Куба выиграл чемпионат мира. Три золотых медали у Кубы было. Так, идем дальше. Ту-ду-ду-ду-ду. Соответственно, Куба Нельсон Уильямс 86 килограмм победил доминиканца Даниэля Гусмана. И трехкратный чемпион мира Лассара Альварес 63,5 килограмм без проблем разобрался с мексиканцем Сессаром Моралесом. Так, это касательно Куба. То есть, россияне, узбеки, казахи, кубинцы все идут без потерь. Уже хорошо. Дальше. А дальше у нас три победы одержали таджикские боксеры. Красавцы. Значит так. 86 килограмм. Парвиз Каримов со счетом 5-0 победил иранского боксера Амина Маджуни. А в категории 63,5 Бахадур Усманов с таким же счетом одержал победу над танзанийским боксером Алекс и Сэнди Мишлом. Кроме этого, Некруз Салимов 75 в первом раунде отправил в нокаут. Глубочайший нокаут. Мне, кстати, понравился боксера из Каморских островов. Мадамаха Мохаммеда. Ну, там уровень разный абсолютно. Но посмотреть стоит нокаут красивый. И напомню, что сегодня будет боксировать таджикский боксер Шабос Нагматулов. 80 килограмм тоже не пропустит. Также хочу напомнить, что вчера классный поединок провел Михаил Самолидис Греция. Вот за этим парнем я слежу отдельно. Очень мне понравилось, как он боксировал. Там непонятно, откуда француз. Ну, такой загорелый был. Тоже крепкий парень. Классный бой был. Короче, Самолидиса с победой отдельно хотел об этом сказать. Вот таким вот образом второй день закончился. Братьяне, обязательно напиши в комментариях, как ты хотел бы, чтобы я для тебя информацию готовил. В каком виде, куда печатный, куда видеотекст. Ну, в общем, обо всем об этом обязательно напиши, подискутируем. Сегодня нас ждет третий день соревнований. Я думаю, что не менее жаркий, чем первый и второй. Не забудь подписаться, королевский лайк. И до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok